Привет, друзья! Мы на красивой ягодной ферме. Ферме ежевики, и её можно собирать. Она перемежается с незрелыми ягодами. Это сладкая ежевика. И сегодняшнее видео будет о том, как её выращивают. Давайте смотреть! Ежевика выращивается в больших масштабах в Европе. Как когда-то сделала одна телефонная компания. Ежевика! Первым шагом будет подготовка ровной площадки. Подготовка грядок. Потому что ежевику нельзя сажать прямо в землю. Здесь используется тот же метод выращивания, что и у малины. Реализация системы капельной фертигации. Современная система водоснабжения с большими резервуарами для больших объёмов. Следующим этапом будет подготовка рассады. Её помещают в пластиковые горшки с рыхлой почвой. И погружают в грузовик, чтобы отвезти на главную ферму. Перед этим их поливают небольшим количеством воды. Отправляемся на ферму, где нас ждёт капельная система. Растения выращиваются в горшках объёмом 4,7 литра. По 4,5,6 полостей на каждый горшок. Мы используем V-образную систему для выращивания наших растений ежевики. V-образная система. Больше света, меньше батритиса. Более сильное распускание почек. Более высокий потенциал урожайности. А ещё за ней легко ухаживать. Это гарантирует толстые побеги в сочетании с достаточным количеством между узлей и сильными узлами. Примерно через год дерево взрослеет и начинает плодоносить. Установка крыши над всей фермой. Многие люди принимают чёрную ягоду за шелковицу. Но это совсем другое. И почему она смешанного красного цвета, как малина? Посмотрите этот таймлапс и вы поймёте. И самый ожидаемый процесс – сбор урожая. В основном вручную, местами на машине. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Упаковка на фабрике для экспорта Размеры будут подобраны точнее. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...